Отношение коллективного Запада к Киеву меняется буквально на глазах и далеко не в лучшую сторону. Не успели прозвучать парочка дипломатических пощечин, отвешенных ему Берлином после откровенно вымогательского интервью Владимира Зеленского, которое тот дал одному из немецких изданий, как намного более серьезная зрада обозначилась со стороны главного стратегического партнера Украины, Соединенных Штатов. В тамошней прессе впервые, пожалуй, со времен Евромайдана 2014 года, открыто прозвучал призыв к нынешней администрации США не просто переформатировать отношения с незалежной или, к примеру, снизить их уровень, а порвать с этой страной полностью, да еще и сделать это в максимально короткий срок. Похоже ли это на приговор, который и вправду может быть подписан американо-украинскому сотрудничеству? Скорее да, чем нет, и сейчас мы попробуем разобраться, почему именно. Какая демократия? Сплошной авторитаризм с неонацизмом. Статья, о которой у нас пойдет речь, была опубликована недавно в американском журнале The National Intest. Данное издание вполне можно считать выразителем мнения определенной и далеко не самой малой части вашингтонского политикума, в том числе и по украинскому вопросу. Об этом свидетельствуют вполне конкретные моменты, о которых мы поговорим чуточку позже, а пока об основном смысле материала. Его автор Тед Гален Карпентер ставит Украине смертельный с американской точки зрения диагноз. Оказывается, это вовсе никакая нетолерантная и энергичная демократия, как это пытаются доказывать на словах в Киеве, а самое настоящее псевдолиберальное и чуть ли не тоталитарное государственное образование, которое с самого начала ведет с Западом нечестную игру. Страшно сказать, но журналист ставит Украину по уровню антидемократичности в один ряд не то, что с Турцией, а даже с Россией. От одного этого у всех правоверных патриотов в Киеве уже должен приключиться нервический припадок. Дальше больше. В The National Intest наконец-то и десяти лет не прошло. Изволят заметить и признать, что в государственном перевороте 2014 года, который в статье именуется про демократическим народным восстанием, оказывается, помимо тех, кто по зову сердца протестовал против коррумпированной власти Януковича, самое деятельное участие принимали еще и самые настоящие радикалы. Сложно в это поверить, но мистер Карпентер не ограничивается подобным туманным и расплывчатым определением, а прямо говорит о том, что на Майдане не просто присутствовали, а сыграли в нем решающую роль ультра-националисты и даже откровенные фашисты. При этом конкретно называются запрещенная в России свобода и правость. Автор статьи с явным сарказмом указывает на то, что такие же структуры, к примеру, батальон Азов, который он открыто называет неонацистским, стали неотъемлемой частью новой демократической Украины, ее армии, спецслужб и политической жизни. Но какая же тогда эта демократия с нацистскими штурмовиками? А Карпентер совершенно однозначно констатирует, что на украинских улицах после 2014 года царят именно они, говоря о многочисленных проявлениях экстремизма и антисемитизма, ставших там обычным делом. Впрочем, на них одних автор не зацикливается, прямо говоря о том, что авторитаризм стал государственной политикой Киева, который ввел цензуру, преследовал диссидентов и позволял себе тому подобные, недопустимые с точки зрения поборников демократических ценностей вещи еще при президенте Порошенко. Однако, как считают в The National Intest, с приходом к власти Владимира Зеленского плохая ситуация стала еще хуже. Закрытие неугодных власти телеканалов 112, News One и ZK, преследование Виктора Медведчука и задержание СБУ общественных активистов по обвинению в пророссийской деятельности. Все эти факты, автор статьи, приводит в качестве доказательств того, что Владимир Зеленский проводит политические репрессии на основе совершенно расплывчатых стандартов и эмоций. Что характерно, еще одним примером авторитаризма президента Карпентер считает разборки, развернувшиеся между ним и киевским мэром Виталием Кличко, в котором, как утверждает журналист, Зеленский видит раздражающего соперника. Одним словом, от всех тех обвинений, которые без малейших сантиментов выдвигаются в статье в адрес украинской власти, до отнесения ее к разряду режимов, с которыми, как известно, Вашингтон разговаривает исключительно языком ультиматумов и санкций, дистанция уже меньше, чем в полшага. Одиозное клиентское государство. Именно такую характеристику Карпентер дает современной Украине, говоря о ее взаимоотношениях с Соединенными Штатами. При этом приведенные высшие откровения вовсе не являются рекордными в плане сенсационности подхода, автор не только открытым текстом признает, что американский след в государственном перевороте 2014 года невозможно скрыть, но также и озвучивает нечто даже более важное. По его мнению, политика Вашингтона в украинском вопросе, начиная со времен Майдана, была во многом мошеннической. Ввиду при этом имеется то, что некоторые представители американской внешней политики у себя в стране пытались и пытаются создавать явно несоответствующей действительности фальшивый образ незалежной. В качестве примера здесь Карпентер приводит выступление в Конгрессе США бывшего исполняющего обязанности посла в Киеве Уильяма Тейлора, пытавшегося вещать о некоем всеобъемлющем демократическом национализме, которым якобы руководствуются тамошние лидеры, да еще и позволившего себе сравнивать нынешние украинские реалии с США, подобные сравнения и вообще строить отношения с Киевом, на основе абсолютно неуместной в данном случае демократической солидарности, автор статьи, считает оскорбительным для американской стороны с нравственной точки зрения. Относиться к Украине как к союзнику ни в коем случае недопустимо и безрассудно. Делает он категоричный вывод. И резюмирует, что администрация Джо Байдена должна отказаться от всяких отношений с ней, и чем скорее она это сделает, тем будет лучше. Заметьте, речь идет вовсе не об уменьшении объемов финансовой или военной помощи, не об отказе от поддержки тех или иных инициатив Киева, а о полном вычеркивании его из внешнеполитической повестки Вашингтона. Это приговор, конечно. Можно ли считать написанное выражением частного мнения, не играющим особенной роли? Вряд ли. Позволю себе напомнить, что как раз в The National Intest, в период весеннего обострения Украины-российских отношений, дошедшего до передислокации наших войск к границам этой страны, был опубликован весьма похожий по тональности материал, принадлежавший Перу того же самого автора. Смысл его сводился к тому, что США ни в коем случае не должны вмешиваться в этот конфликт. Тогда Карпентер писал о том, что выражение поддержки со стороны Вашингтона, скорее всего, подтолкнет Киев к повторению ошибок Тбилиси 2008 года и последовавших за ними весьма печальных последствий. Автор однозначно утверждал, ни один здравомыслящий американец не может выступать за военную поддержку Украины. Чем все закончилось, надеюсь, напоминать не надо. Все правильно, звонком мистера Байдена Владимиру Путину и резким разворотом эсминцев ВМС США. The National Intest вовсе не желтый листок и не таблоид, его публикации кое-что дозначит. Есть и еще один момент, работающий в пользу данной версии. Выход статьи в данном журнале как-то очень удачно совпал с обнародованием отчета мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Документ этот имеет сугубо негативную окраску и прямо указывает на то, что творящееся внезалежной прямо противоречит международным стандартам относительно соблюдения прав человека. Примеры нарушений приводятся, что опять-таки очень характерно, практически все те же самые, о которых говорит Карпентер. Как под копирку. Вдобавок сотрудники ООН упоминают о непрекращающихся убийствах украинской стороной мирных жителей Донбасса, продолжающемся произволе СБУ, бесчинствах радикалов, которые остаются абсолютно безнаказанными, какие бы преступления не совершили. В своем недавнем интервью немецкой газете Фрэнкфурта Олга Майнзайтен, Владимир Зеленский, помимо всего прочего, упомянул о своих твердых намерениях обсудить с президентом Байденом некий выходящий за рамки нормандского формата план Б по Донбассу. Имеются громаднейшие сомнения в том, что глава Белого дома будет обсуждать с этим деятелем вообще что-либо, а уж тем более какие-то там планы, одно упоминание о которых вызвало крайне негативную реакцию как в Берлине, так и в Париже. У Байдена сейчас и так достаточно напряженные отношения с европейскими союзниками. Из-за вздорных хотелок Киева портить их он точно не станет. Скорее всего, не станет он ссориться из-за них и с Москвой. Вполне возможно, что в Незалежной вовсе не зря ожидают встречу президентов США и России с плохо скрываемым ужасом. Союзника Вашингтон, пожалуй, будет отстаивать. Но вот клиентское государство, да еще и одиозное, это вряд ли. И, кстати, по поводу одиозности. Воистину, нет такой плохой ситуации, которую Украина не сумела бы сделать еще хуже. В свете звучащих в ее адрес все чаще обвинений в разгуле радикалов и явных неонацистских тенденциях в тамошнем политикуме, весьма характерна выглядит история, имевшая место буквально вчера, 3 июня. На рассмотрение тамошнего парламента, Верховной Рады ее депутатом Максимом Бужанским, был вынесен законопроект о запрете легализации нацизма и героизации военных преступников. Однако во время обсуждения в сессионном зале этого вопроса, который не может иметь для любого нормального человека двойного толкования, депутат от упоминающейся в статье Карпентера Свободы Оксана Савчук заявила, что бойцы СС это герои. Стоит ли удивляться, что законопроект принят не был. Местное националистическое отребье привыкло к абсолютной вседозволенности до такой степени, что уже позволяет себе открыто зиговать на публике во времени возбранно проводящихся в Киеве откровенно нацистских маршей и прочих подобных мероприятий. Сдавать свои позиции эта публика не намерена даже под угрозой того, что подобные выходки вполне могут стать формальным поводом для разрыва отношений с океанскими партнерами, не понимая при этом, что без их поддержки Украина в ее нынешнем состоянии просуществует очень недолго.